В аптеках выделяют две большие группы лекарств. Те, что отпускаются по рецепту и без него. Противовирусные препараты и слабые обезболивающие можно увидеть на прилавках. Эти средства отпускаются свободно. Однако есть и более сильные препараты, получить которые можно лишь по назначению врача. Другая группа препаратов – это препараты прецептурного ряда. Это антибиотики. Практически все антибиотики у нас отпускаются по рецепту. Противозачаточные средства. Препараты гипотензивного ряда. Препараты нестероидные и противовоспалительные. Эти препараты отпускаются по рецепту в том случае, когда доктор выбрал схему лечения, сделал назначение, и он знает и уверен, что определенному человеку подойдет только этот препарат и только в той дозировке, в которой назначил доктор. У нас основная масса населения занимается самолечением. Самолечение – это, в общем-то, очень даже не есть хорошо. Здесь, собственно говоря, этот приказ направлен на то, чтобы у нас больные наши не занимались самолечением, а, соответственно, посещали наши медицинские учреждения лечебные. Необходимо обратить внимание на то, как оформлен сам рецепт. В нем не должно быть указано более трех лекарств. Необходимо печать и подпись лечащего врача. Если он составлен неверно, нужно повторно обратиться к терапевту. Рецепт выдается на целый год. При хронических заболеваниях по нему можно повторно приобретать лекарства. На сегодняшний день в Анапе существует 11 лечебных учреждений. Кабинеты врача общей практики есть и в каждом хуторе. Управление здравоохранения напоминает – отпуск лекарственных препаратов без рецепта врача может грозить лишением фармацевтической лицензии.